Моё почтение, милостивые государи, судари и сударыни! Вот то, что я сейчас сказала, это образец речевого этикета в 18 веке. Именно с такого приветствия я начала полдень не случайно. Сегодня отмечают День русского языка или, если угодно, Пушкинский день. Именно в этот день, 6 июня, по новому стилю 1799 года, в Москве родился Саша Пушкин, ставший солнцем русской поэзии, человеком, которого знает каждый от мала до велика. Итак, с праздником, друзья! Меня зовут Мария Гнездилова. В эфире «Полдень» и переходим к новостям. Немного потерпеть и ездить с комфортом. В Ставрополье начался ремонт дорог. В этом году в краевом центре положат почти 30 километров новенького асфальта. Вдоль проезжей части установят новые бордюры и благоустроят пешеходные зоны. Сколько продлятся работы и какие улицы обновят, расскажет Александр Григоров. На улице уже стемнело, но в свете автомобильных фар оранжевая форма дорожных рабочих видна издалека. В ближайшие дни этим специалистам предстоит выполнить особую ночную миссию. Холодная зима и частая смена погоды не пощадила Ставропольские дороги. К решению проблемы городские власти решили подойти кардинально. Этим летом в краевом центре постелят почти 30 километров нового асфальта. Деньги на ремонт выделят из городского бюджета. Помощь окажет Дорожный фонд региона. Софинансирование составит около 300 миллионов рублей. Асфальт заменят на 14 участках в частном секторе и на 9 магистральных улицах. В том числе пригородной Дзержинского, Доваторцев и на проспекте Кулакова. При этом ремонт затронет не только проезжую часть. Также будет ремонт и устройство новых тротуаров. Будут ремонтироваться и доводиться до нормативного состояния. Заездные карманы, посадочные площадки. Устанавливаются новые павильоны, ограждения. То есть мы подходим к ремонту, так сказать, в общем, чтобы и пешеходы, и водители остались довольны. Работы по благоустройству уже стартовали. Для начала решили избавиться от старых бордюров. Работы по благоустройству, в отличие от непосредственно замены асфальта, будут проводить в дневное время. А чтобы не создавать заторов, неудобств для водителей, проезжую часть будут ремонтировать ночью. Полностью завершить работы планируют уже к 1 августа. Александр Григоров, Владимир Ходорев, Ставропольское телевидение. Курортный сбор, целесообразность и возможные последствия. Накануне в Пятигорске обсудили плюсы и минусы введения этого законопроекта в городах-курортах Кавказских минеральных вод. Эксперимент по взиманию сбора должен начаться с 1 января 2018 года в Крыму, а также в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Все за и против нововведения выслушала Анна Кривецкая. Но прежде чем определить, мы голосуем за закон, или мы уже на стадии подготовки меняем некоторые формулировки, мы, естественно, должны проработать здесь, у нас, непосредственно в регионе. Для проработки в регионе собрались депутаты Думы Ставрополя, представители исполнительной власти края, главы городов-курортов и руководители здравниц. Предполагается, что средства, вырученные от курортного сбора, будут собираться в специально созданном фонде развития курортной инфраструктуры. Но у участников круглого стола возник вопрос. Абсолютно непонятно, какое будет распределение средств из этого фонда. Потому что не установлен паритет, сколько собрали, столько получили. Я считаю, что в законе нужно предусмотреть пропорциональное отчисление средств муниципальным образованием с точки зрения их вклада в общий сбор. Это первое. Второе. Я считаю, что нужно однозначно предусмотреть, чтобы функции администрирования были делегированы городам. Предполагается, что взнос должны оплачивать те, кто пользуется курортной инфраструктурой. При этом ряд категорий граждан планируют от выплат освободить. Это инвалиды, Герои России, труда, ветераны Великой Отечественной войны, несовершеннолетние и другие льготники. Сумма для остальных не превысит 100 рублей в сутки. На круглом столе высказались руководители здравниц Кавказских минеральных фото и депутаты. Они переживают. Не скажется ли нововведение на загруженности санатория. Мы реально опасаемся, что люди не будут воспринимать плату. Это приведет к реальному оттоку отдыхающих. По нашим расчетам, есть такие децильные группы по доходам населения. Мы посчитали, что если увеличить стоимость путевки на 100 рублей, то мы получим отток отдыхающих в районе 7,2%. На наш взгляд, это очень большой отток. Впрочем, сейчас еще есть время, чтобы доработать документы и предотвратить возможные риски. Формулировка закона предусматривает, что курортный сбор вводится в тех городах, которые готовы к этому. Подсчитали экономическую составляющую и понимают, что турпоток останется на прежнем уровне, а не снизится. Люди должны понимать, что их 100 рублей пойдут на пользу и позитивно отразятся на развитии инфраструктуры в городах-курортах. По завершению круглого стола его участники договорились создать рабочую группу. Мы договорились о том, что за 10 дней мы подготовим еще какие предложения, у кого возникнут до 13 июня. До 21 июня все наши предложения должны быть уже в комитете Государственной Думы, который занимается этим вопросом, и я их внесу. И я выступлю с предложением Государственной Думе, чтобы пригласили нашу рабочую группу, Государственную Думу, чтобы они могли высказаться о той позиции, которая вот есть у нас в регионе. Мы поддерживаем закон, не поддерживаем, либо поддерживаем с оговорками, что нам нужно вот такие-то формулировки изменить. Тогда он принесет видимый эффект. Если закон о курортном сборе одобрят, то он вступит в силу с января 2018 года. Окончательная судьба документа и то, каким точно станет новый закон, станет известно осенью этого года, когда проект рассмотрят в Госдуме страны. Анна Кривецкая, Олег Байкулов, Ставропольское телевидение, Пятигорск. Тему экономики продолжим новостями России и мира. Слово нашей соведущей Марине Кулешовой. Добрый день, спасибо. На прошлой неделе Санкт-Петербург был инвестиционной и деловой столицей. Там проходил 21-й международный экономический форум. Он собрал максимально за всю историю существования количество участников. Число гостей превысило 12 тысяч. Это бизнесмены, эксперты, инвесторы, финансисты и чиновники. Основной темой форума стали поиски пути к равновесию в глобальной мировой экономике. В ходе дискуссии было сделано много интересных заявлений. С некоторыми из них я вас сегодня и познакомлю. Глава Министерства финансов России Антон Силуанов, выступая на Петербургском экономическом форуме, призвал сбалансировать бюджет и перестать жить в долг, отметив, что сейчас потребляются финансовые резервы, созданные несколько лет назад. В частности, Силуанов заявил, что России надо выстроить долгосрочный тренд на обеспечение стабильности бюджетной системы государства и проводить реформы, не связывая их с необходимостью увеличения бюджетных расходов. По его словам, у нас некоторые воспринимают реформы как дополнительный объем ресурсов. Дадите ресурсы – будут реформы, не дадите – не будут. Такой подход не может лечь в основу следующей команды правительства, сказал глава финансового ведомства. «Нужны люди, которые генерировали бы реформы и не ждали команды сверху», – сказал министр. А главной целью преобразования в конечном итоге, по его словам, должен стать рост экономики. В настоящее время правительство не рассматривает запрос повышения пенсионного возраста. Мне идет речь и об этом и после президентских выборов, заявила вице-премьер России Ольга Головец в рамках Петербургского международного экономического форума. Напомним, что накануне в СМИ прошла информация о том, что Минэкономразвитие России при расчете целевого варианта долгосрочного макропрогноза до 35-го года закладывает возможность повышения пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, а для женщин до 63 лет. Аналогичной позицией придерживается и Центр стратегических разработок, которого возглавляет Алексей Кудрин. Банк России будет разрабатывать национальную виртуальную валюту, она же криптовалюта. Об этом сообщила замглавы ЦБ Ольга Скоробогатова. Над этим мы уже начали работать, заявила она. На самом деле все регуляторы пришли к мысли, что национальную виртуальную валюту делать надо. Это только вопрос конкретного времени. По ее словам, с предположением, каким образом определить, что такое частная цифровая валюта и как ее регулировать на уровне государства, Банк России совместно с другими ведомствами может выйти в Госдуму уже в ходе осенней сессии Нижней Палаты Парламента. Сейчас самой известной криптовалютой в мире является биткоин, запущенный в электронный оборот января 2009 года. На данный момент стоимость одного биткоина составляет 2500 долларов. Это порядка 140 тысяч рублей. Через 15 лет пятница может стать выходным днем из-за глобализации, считает первый зампред Центробанка Сергей Швецов. Об этом он заявил в рамках Петербургского экономического форума. Он уточнил, что это произойдет благодаря повышению производительности труда, внедрению роботов. И появление третьего выходного может послужить дополнительным импульсом для развития экономики. Появятся и новые секторы, связанные с личным временем. Так уточнил он. Похожую идею высказал и министр труда Максим Топилин. Он напомнил, что в 19 веке люди работали по 12-16 часов в сутки, сейчас 8, а в европейских странах и того меньше. В 21 веке рабочий день может сократиться до 6-4, а то и 2-х часов в день. Зарплата при этом уменьшаться не должна, добавил он. В нашей стране нужно повысить расходы на здравоохранение для повышения качества жизни и снижения смертности людей трудоспособного возраста, особенно мужчин. Заявил руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. По его словам, в 2016 году в России ушло из жизни 450 тысяч человек трудоспособного возраста. 80% из них это мужчины. Надо спасать мужчин, в общем, сказал он на ПМФ. И добавил, что Центр стратегических разработок предложил перераспределять расходы в объеме 2,5% ВВП на социальные расходы, образование и здравоохранение. И в завершении курса валют на сегодня. И у меня на этом все. Передаю слово ведущему программы «Полдень». Сегодня главный поэтический праздник в нашей стране. День рождения Александра Сергеевича Пушкина. О великом поэте, о роли его в нашей жизни и о том, что если не Пушкин, то кто? Поговорим с нашей гостьей. Это профессор, филолог и большой специалист по солнцу русской поэзии Яна Всеволодовна Погребная. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно видеть вас сегодня в нашей студии. Взаимно, тем более по такому прекрасному поводу. Да, я думаю, что не очень приятно будет, но еще и очень познавательно. Так ли это? Постараемся. Скажите, пожалуйста, Александр Сергеевич Пушкин, для всех мы привыкли думать, что это светило русской поэзии. Почему так? Мне кажется, что как-то символично сложилось то, что мы празднуем День славянской письменности, День Кирилла и Мефодия, который дали нам алфавит, удивительно точно соответствующий фонетической системе, ну тогда еще древнерусского языка, который тогда еще совпадал со старославянским, фактически совпадал. И рядом с этим праздником, ну как-то необыкновенно символично, необыкновенно значимо, День рождения Пушкина, который дал русскому слову поэтичность, русскому языку сообщил философичность. Наполнил русский язык тем смыслом, тем значением, который до него присутствовал, сквозил и в водах Ломоносова, и в водах Державина, но в полной мере обрел полноту звучания, красоту звучания именно в поэзии Пушкина, и в прозе Пушкина, и в драматургии Пушкина. До него русский язык не обладал ни такой гибкостью, ни такой невероятной звучностью, или вот благозвучностью, фоничностью, не обладал ни таким глубоким философским смыслом. На открытии памятника Пушкина на Тверском бульваре, который открывался по подписке народных средств, Федор Михайлович Достоевский произнес речь, которая произвела в то время колоссальное впечатление на русскую читающую публику, на русскую интеллигенцию, потому что он поставил Пушкина в один ряд с такими творцами, значимыми светилами всемирной литературы, как Данте, Сервантес, Шекспир, но с другой стороны Пушкин был и остается поэтом очень русским. Вот давайте с вами попробуем, переведем первую строчку стихотворения, по которому мы безошибочно определяем, что это пушкинская строка, сразу для нас звучит в ней и магия русской звукописи, и красота русской поэзии, я помню чудное мгновение, давайте попробуем перевести на английский. Если мы переведем буквально, у нас получится. I remember a wonderful moment. Мы перевели точно, мы точно передали смысл. Но вот все обаяние, вся бесконечная красота пушкинской строчки, на которую русское ухо откликается сразу же, которое русское ухо готово слышать, которое для русского уха выступает сигналом настоящей поэзии, настоящей музыки, все это из этой строки исчезло, совершенно верно. Более того, очень трудно переводить Пушкина на любые другие языки мира, и если вы почитаете, допустим, английский перевод Руслана и Людмилы, вам станет очень смешно, вы просто будете поражены тем, насколько как-то примитивно и несерьезно звучит та прекрасная сказка в стихах, которая нам знакома в русском оригинале, в пушкинском. В то время как Достоевский, как ни странно Толстой, переводятся на иностранные языки гораздо проще. С Гоголем, с Пушкиным и с Лермонтовым проблемы, потому что именно они стоят у истоков русской словесности, и, наверное, в полной мере их и творчество, их общественная просветительская деятельность связана с тем, что в эту словесность они вдыхают настоящий смысл, настоящую философию, настоящую красоту, которая, конечно, для любого зарубежного уха звучит иначе. У меня как-то был интересный разговор с профессором из Оскворда, говорили об английском романтизме. Я, как русский человек, который английский романтизм в первую очередь ассоциирует с творчеством Байрона, заговорила о Байроне, на что она сказала у нас воплощение английского романтического духа в Оскворд. Я была несколько удивлена, на что она ответила. Переводы его звучание не передают, английское ухо слышит в нем то, что не может расслышать ухо иностранное. Ну вот, наверное, примерно так же для нас звучит Пушкин, и не может, и это, наверное, закономерно, и, может быть, это и правильно, не может передать все обаяние, всю красоту пушкинского стиха, никакой перевод. Более того, когда стремился на Бока в своем таком просветительском порыве познакомить англоязычную публику с Пушкиным, стал переводить Евгения Онегина, он, в конце концов, отказался от стихотворного перевода, переводил прозой хотя бы для того, чтобы передать смысл, потому что окончательно убедился в том, что ухватить звучание пушкинской струны и передать его на английском языке невозможно. Ну, поэтому передать смысл, написать комментарий, чтобы, по крайней мере, открыть богатство русской словесности для англоязычного читателя. Для нас, Александр Сергеевич, не только стоит у истоков русской словесности, но и, наверное, это человек, который смог передать в своих произведениях целую историю, целую эпоху. Я бы не сводила, честно говоря, и не восхищалась бы тем, что литература отражает историю гражданскую жизнь. Литература, в первую очередь, создает типический образ современника, создает образ человека. И в литературе нужно искать не исторические подробности, не детали, не факты, а искать, в первую очередь, человека. Искать и находить то, что в этом человеке эпохи выступает детерминированным социально-историческими обстоятельствами, а что выступает, собственно, выражением национального народного духа. А что роднит этого человека со всем человечеством, то есть искать общечеловеческое начало. И вот как раз на памятнике Пушкина на Тверском бульваре Ирина висаны слова из его вольного приложения памятника Горация. «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лиры и пробуждал, а дальше, что в наш жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал». Мне трудно найти в мировой поэзии стручки, которые бы сочетали в себе вот такую вот полноту гуманизма и такую полноту великодушия, милосердия. То есть всю полноту лучших человеческих качеств. «Наш жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал». Добрые чувства и добрые чувства, которые тут же показаны с точки зрения того, на кого именно они направлены. Самое лучшее доброе чувство – это великодушие, милосердие и способность прощать. И вот позднее пушкинское стихотворение, строчки из которого написано на его памятнике, в полной мере этот гуманистический идеал воспроизводит. Это то, что должно быть свойственно не только человеку русскому, но человеку вообще. Это то, что делает человека человеком. Собственно, это то, что и выражается, ну особенно, конечно, в позднем творчестве Пушкина, но звучит не менее очевидно и в его ранних произведениях. Я всегда вспоминаю потрясающий эпизод из Бориса Годунова. Просто потрясающе значимый с точки зрения выбора того, что можно ценить в человеке, что можно ценить в правителе. Эпизод связан с тем, что Борис поздно ночью отправляется молиться, много на совести усталой, пользуясь словами другого пушкинского героя, тяготеет зла. Есть в чем Борису молиться и каяться. Может быть, он в этом не признается открыто, признается только перед Богом. И встречает Бориса на пороге церкви, еродивый Николка, который, как любой еродивый, на Руси почитается как носитель истины, как глашатый правды. Который встречает Бориса словами сначала жалобы о том, что Николку обижают мальчишки, отобрали копеечку. А дальше словами просьбы. Велика их зарезать, как ты зарезал царевича. Бояре требуют расправиться над еродивым. Борис их останавливает. Даже Борис их останавливает. При этом бросает Николке копеечку и просит за него молиться. На что тот отвечает. Нельзя молиться за царя Ирода. Богородица не велит. Обратим внимание, что после этих слов всесильный русский царь, но тогда еще московский царь, тем не менее, не отдает приказа ни арестовать, ни даже прогнать Николку. Потому что он чувствует, что есть сила более значимая в сравнении с той мирской властью, которую он обладает. Сила, перед которой действительно равны все. И эта сила может быть названа божественной, может быть названа силой добра, может быть названа общечеловеческими ценностями. Но это то, что стоит над всеми, начиная от еродивого Николки на церковной паперти и заканчивая русским царем. Это то, что их объединяет и то, что их заставляет, ну скажем так, выбирать сначала человечность, а потом уже обращаться к своему государственному и социальному статусу. Кстати, необыкновенно интересно, в «Капитанской дочке» исторический, первый русский роман в стихах Евгения Онегина, первый русский исторический роман «Капитанская дочка», Пушкин везде был создателем, первопроходцем. Так вот, в «Капитанской дочке» исторические лица сначала предстают инкогнито. Пугачев – это мужик, который, оказывается, стоит на дороге. Сначала Гринёва кажется, что это темное пятно, глава это называется «Вожатый». Потом оказывается, что это будущий предводитель восстания, будущий самозванец. Слышит Гринёв какой-то странный, как ему кажется, разбойничий разговор, но первоначально это просто чернобородый мужик на дороге. Только потом входит в историческую роль. Точно так же, когда Маша Миронова отправляется просить за арестованного Гринёва, который обвиняют в государственной измене, в связи с повстанцами, она сначала встречает в саду прекрасную даму, которая утром вышла подышать воздухом. Дама ей это кажется очень добрая, очень великодушная, и Маша вступает с ней в разговор, рассказывает о своей беде, и только потом узнает и Маша, и узнает читатель, что это императрица Екатерина. То есть сначала мы видим человека, а потом уже узнаем о его социальной или государственной роли. И человеческое начало должно выступать определяющим по отношению ко всем остальным. А с точки зрения того, насколько это начало, скажем так, связано, корреспондирует с началом народным, с началом таким, собственно, национальным, Наверное, ответом выступает образ Татьяны, в которой как раз народная нравственность, народное представление о дозволенном и допустимом, и определяют ее поведение. И, наверное, самое важное, что происходит в романе, это те знаменитые слова отказа, которые она произносит о Нинькину, потому что как раз та народная нравственность, которая исходила от няни, которая была воспринята от народной культуры, ну, совершенно однозначно предполагает, что строить свое счастье на несчастье другого невозможно. Поэтому Татьяна сначала говорит о муже, который изувечен в сражениях, о том, что замечен он при дворе, и прекрасно понимает, что если она выберет любовь, выберет чувства, то вообще-то она отплатит черной неблагодарностью человеку, который стремился сделать для нее в жизни все только самое лучшее. Более того, когда Татьяна оказывается на ярмарке невест в Москве, считается, что уже возраст критический, что пора ее выдать замуж, младшая сестра Ольга уже замужем за Уланом, недолго сокрушалась о Ленском. А вот Татьяна в деревне себе жениха найти не может, всем отвечает отказом, поэтому необходимо уже просто жизненно найти для нее мужа. Для Татьяны после пережитой ею драмы, после отказа Онегина, после смерти Ленского, это невероятное страшное испытание, и тут находится человек, который просто протягивает ей руку помощи, которая вот из этого омута ярмарки невест, где она, собственно, выступает таким красивым товаром, дает ей возможность уйти и обрести вообще-то и положение в обществе, и статус. Более того, скорее всего, относится к ней с чрезвычайным уважением. Она за время разлуки с Онегином необыкновенно изменилась. То есть изменилась и с точки зрения осознания собственной значимости, и с точки зрения представления о том, какую роль она может сыграть в жизни другого человека. И вообще-то вот по отношению к этому человеку ответить расторжением брака, разлукой, изменой, ну, будет просто необыкновенно чудовищно и очень страшно, и недопустимо, с точки зрения любой нравственности, а уж тем более нравственности народной. Татьяна, когда говорит о том, что ей тяжело оставаться, ну, вот, в леденящем бихре света, как Пушкин характеризует светскую жизнь, и то, что она бы выбрала, отказавшись от нее, в первую очередь говорит о могиле няни, где ныне свет и тень битвей над бедной няней у моей. То есть вообще-то указывает на истоки и причины своего отказа Онегину абсолютно прямо, что это та нравственная норма, которая исходила от народного, от национального представления о том, что дозволено, что нет. И Пушкин вообще считал неблагодарность, ну, одним из самых страшных и самых страшных грехов, и одним из самых таких, ну, некрасивых, недостойных проявлений человеческой личности. Да, вот все вот эти эпизоды, которые вы сейчас рассказали, они ведь актуальны и на наше время, и на современный мир в том числе, я так считаю. Беспурно. Александр Сергеевича знают дети вот со всех юных лет, совсем, даже, наверное, дошкольники, младшие школьники, уже взрослые знают его, наверное, 11-классники, как публициста. Как вы считаете, достаточно ли глубоко сейчас изучают Пушкина? Не нужно ли, не стоит ли еще глубже углубиться в этом? Вот именно в изучении. Именно на школьном уровне. Сложный вопрос в том отношении, что Пушкин сопровождает школьников, начиная от основной школы, начиная с пятого класса, со сказок, даже в младшей школе звучат пушкинские стихи, и завершая старшими классами, завершая романом Евгения Онегин. Здесь, наверное, вопрос общее преподавание литературы в школе, которое сейчас, к сожалению, свелось, и это нашло отражение в современной концепции преподавания русского языка и литературы. Свелось, к сожалению, к тому, что мы больше увлекаемся как раз историко-литературным комментарием, как-то отождествляем литературу с историей и перестаем, собственно, анализировать само произведение, стремиться к тому, чтобы понять характеры героев, объяснить мотивы их поведения, ну и, может быть, проникнуть хотя бы слегка в творческую мастерскую писателя, как-то постараться объяснить, почему он выбирает те или иные художественные средства, приемы. Это, к сожалению, из школы ушло. Насколько я могу судить, хотя есть учителя, есть прекрасные учителя, которые продолжают именно в этом направлении работать. Ну, тут, честно говоря, русская литература, как и любой гуманитарный предмет, очень во многом определяется личностью учителя. То есть, какой придет преподаватель, так вы и будете читать произведения, любить, и, может быть, на всю жизнь у вас останется, ну, как-то так, печатью, оттенком восприятия произведения, то прочтение, та интерпретация, которая вам предлагалась, вот, обаянием или силой мысли личности учителя или первого учителя. Поэтому здесь надо лучше готовить учителей, больше обращать внимание на их профессиональную подготовку, больше заботиться о том, чтобы поддерживался в обществе их высокий социальный статус, а для этого им нужно больше платить, а для этого их нужно меньше загружать посторонней бумажной бюрократической работой, которая сейчас 70% времени занимает у любого педагога. Может быть, тогда будут дети больше читать Пушкина, а учителя будут лучше преподавать. Ну, я думаю, в завершение нашей сегодняшней беседы я лично хотела бы сказать, пусть это и настолько тривиально, настолько уже всем привычно, всем, я очень люблю Евгения Онегина. Я, мне настолько он впечатлил в свое время, когда я впервые прочитала, и я готова перечитывать это произведение, ну, наверное, раз в год точно. А у вас какое любимое произведение Пушкина? И, может быть, вы прочитаете нам что-нибудь? Я с удовольствием прочитаю «Одну элигию», хотя у меня несколько любимых стихотворений, как-то так, у меня настроение определяет то, что я выбираю. А любимое произведение, наверное, пожалуй, все-таки цикл «Маленькие трагедии», потому что я не представляю даже во всей мировой литературе, не могу вообразить ни произведения такой смелости, ни такой философской глубины, ни такой концентрации характеров. Ну, вот просто вспомните начало Моцарта и Сальери. Все говорят, нет правды на земле, но правды нет и выше. Для меня все это ясно, как простая гамма. Это начало одной из цикла «Маленьких трагедий». А то, что я бы хотела прочитать, есть у Пушкина стихотворение, вот я колеблюсь между двумя, есть стихотворение, которое он выдает за перевод с итальянского, и сейчас оно для меня звучит очень актуально, в стихотворении о внутренней свободе, о творческом поиске и спендемонте. И есть моя любимая элегия «Безумных лет угасшая веселье». Вот что вам больше хочется услышать? Я не знаю, ваш выбор. Ну, тогда, наверное, все-таки спендемонте, потому что я думаю, что оно известно мало, хотя, как мне кажется, некоторые пушкинисты меня осудят. Но просто мне кажется, что оно звучит очень так актуально, исходя из текущего момента, когда очень важно определиться, что выбираешь гуманизм, красоту, или выбираешь такую вот сиюминутную, обыденную, но как бы очень такую вот активную, активную, но даже тут не гражданскую позицию, скорее, а позицию обсуждающую чью-то гражданскую позицию. Так вот из Пендемонте Пушкин выдает за перевод с итальянского стихотворение такое. Иная лучшая потребна мне свобода. Зависеть от царя, зависеть от народа, Бог с ними, никому и ни в чем отчета не давать, себе лишь самому служить и угождать, для власти, для ливреи, не гнуть ни помыслов, ни почести, ни шеи, по прихоти своей скитаться здесь и там, девясь божественным природой, красотам и предсозданием искусств и вдохновения, трепещая радостно, восторгом, умиления. Вот счастье, вот права. Потрясающе. Спасибо вам. Пушкин. Пушкин. Пушкин, вообще-то, благодаря тому, что они вдруг в истории оказались синхронно с ним, подарил им возможность в истории остаться. Не будь Пушкина, ну мы бы о них, наверное, вспоминали только, когда учили историю. И то может быть так. Абзацы будут с течением времени, посвященные этой эпохе становятся все короче и короче, а значение Пушкина будет все расти и расти. Спасибо большое за эту беседу, Яна Всеволодовна. И, дорогие телезрители, я думаю, что вам то, что мы сейчас говорили, очень понравилось, было очень интересно и, главное, познавательно. А я прощаюсь с вами, Яна Всеволодовна. До свидания. И мы продолжаем. От прекрасного к повседневному, к повседневной службе Ставропольской полиции. Слово нашей соведущей Светлане Сухоруковой. Добрый день, Мария. За три дня в полицию региона поступило более трех тысяч сообщений о преступлениях и происшествиях. Пресечено более 700 административных правонарушений. Около 500 граждан привлечены к ответственности за нарушения общественного порядка и безопасности. На дорогах края за три дня зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека погибло, более 20 получили травмы. Установлено местонахождение 10 граждан, находившихся в местном и федеральном розыске. Зарегистрировано 27 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 16 из них раскрыто сотрудниками полиции. Так, в Буденновском районе сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков установлено, что жительница села Покойного на своем приусадебном участке выращивает запрещенные вещества. В ходе оперативных мероприятий по месту жительства женщины полицейскими обнаружено и изъято 28 кустов запрещенных растений с признаками культивации. Согласно экспертизе, изъятые являются наркосодержащим веществом маком. Отделом дознания возбуждено уголовное дело по факту незаконного культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. А в Кировском районе следственным отделением завершено расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы, обвиняемой в незаконном сбытии наркотиков в значительном размере. Несмотря на то, что организаторам принимались дополнительные меры конспирации при сбытии наркотических веществ и телефонных переговорах, сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков противоправные действия организованной группы были пресечены. По данным следствия, житель Кировского района спланировал и организовал противоправную деятельность группы, которая занималась незаконным приобретением и сбытом наркотических средств синтетического происхождения. При проведении оперативных мероприятий установлено, что наркотики приобретались партиями посредством интернет-сайта и передавались через специальные тайники. Затем наркотические вещества расфасовывались на разовые дозы и передавались еще троим гражданам, исполняющим роль так называемых закладчиков. После перевода денег на специальный счет покупателю сообщали о местонахождении тайника с наркотическим веществом. В настоящее время уголовное дело в отношении организованной группы направлено для рассмотрения по существу в Кировский районный суд Ставропольского края. Сотрудниками органов внутренних дел региона проводится работа по выявлению и пресечению фактов реализации контрафактной алкогольной продукции. Главным следственным управлением возбуждено уголовное дело по факту производства, приобретения, охранения, перевозки в целях сбыта или продажи немаркированной алкогольной продукции. Предварительным следствием установлено, что местный житель изготовил алкогольную продукцию различных наименований, частично оклеив ее поддельными федеральными специальными марками. После чего перевез алкоголь на склад в Курском районе с целью последующего сбыта. В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий противоправная деятельность подозреваемого пресечена сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю. В складском помещении обнаружено и изъято около 26 тысяч бутылок спиртосодержащей продукции. Согласно исследованию, общая стоимость изъятого немаркированного алкоголя составила более 6 миллионов 700 тысяч рублей. В настоящее время проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на документирование противоправной деятельности подозреваемого. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. И немного об акциях. Представители общественного совета при главном управлении МВД России по Ставропольскому краю посетили Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Мероприятие состоялось в рамках ежегодной акции «Каникулы с общественным советом». В гости к ребятам общественники приехали совместно с представителями студенческого педагогического отряда ЮЛА. Встреча состоялась не случайно, ведь каждый год несколько воспитанников встречают в Центре День защиты детей. Удивительно, но многие из них только здесь узнают о том, что такой праздник есть, и на него обычно дети получают подарки. Вот и в этом году представители Краевого общественного совета не обделили вниманием ребят и приехали к ним в гости с добрыми пожеланиями. В рамках встречи общественники провели с ребятами профилактическую беседу, направленную на недопущение совершения повторных правонарушений. Призвали ребят к законопослушному поведению и на примерах из жизни рассказали о серьезных последствиях, которые наступают при совершении преступлений лицами, не достигшими 18-летнего возраста. Общественники и представители молодежи поздравили детей с праздником, пожелали им никогда больше не попадать в подобные ситуации и вручили памятные подарки. Уважаемые граждане, Краевая полиция призывает вас соблюдать меры личной безопасности и проявлять бдительность. Если вы стали очевидцем преступления, незамедлительно сообщите об этом в полицию по телефону 02 или 102 с мобильного телефона. Соблюдайте законы и берегите себя. На этом у меня все. Передаю слово в студию программы «Полдень». Новости из региона Ковминвод. В Пятигорске открылась уличная выставка фотографии. Организаторы назвали ее выставкой контрастов. О севере и о юге. Что получилось, смотрим. Это «Полдень» на КМВ. Выставка контрастов «Север-юг», расположившаяся в самом центре Пятигорска напротив администрации, задумана была для того, чтобы вдохновлять людей на путешествия. И вот среди зрителей появился человек, облепленный рюкзаками. Думали, вот он тот, кто сейчас же отправится на север. Но оказалось, Гиря только что вернулся из поездки в горы. Налюбовался пейзажами Дамхурца, но и мимо выставки пройти не смог. Я думаю, что для того, чтобы фотография могла вдохновить кого-то на какие-то определенные свершения, сам человек уже изначально должен быть к этому предрасположен. Сухой и чертый человек ни в коем случае не сможет вдохновиться каким-то кусочком бумаги. Но эти фотографии не просто кусочки бумаги. Арктический берег Северного Ледовитого. Одинокий дом на берегу Холодного океана. С этого снимка все началось. Фотография вдохновила организатора выставки на путешествие и поселила в голове идею показать всем друзьям, знакомым, всем жителям Кавминвод эти пейзажи. Фотоработы Павла Богданова из Пятигорска и Сергея Малинина из Мурманска. Ребята очень большие путешественники. Я могу сказать, что сама испытала это путешествие. Я была на Кольском полуострове с Сергеем Малининым. Он путешествует за полярным кругом в автономных условиях и через свои фотографии передает всю суровость природы, весь контраст. Павел Богданов тоже очень много путешествует по Кавказу. Он еще и пишет о своих путешествиях. Сейчас он находится в Петербурге, но очень мечтает вернуться на горячо любимый Кавказ. Всего 24 работы. Рассвет и закаты, бушующий океан и тихие озера. Бори и умиротворенная природа. На контрастах построена вся выставка. Разные краски совершенно. Такой контраст. Прям вот теплых холодных тонов. Очень так необычно красиво. Просто захотелось посетить эти места. Мы еще своей России мало знаем. Все за рубеж выезжаем на отдых. А тут красота такая. Все, что создано творцом, умелым глазом, увиденное художником. Потрясающие виды. Просто прелесть. Здесь представлены и местные наши южные красоты, и северные. Если местные в том или ином виде мы как-то видим, и вживую, и там на фотографиях, и друзей, и сами путешествуем, то северные очень интересно посмотреть. Будто пространственный портал экспозиции сблизила широты. Выставка позволяет в один разворот на 180 градусов переместиться с севера на юг и обратно. Папа, мама, брат и я очень спортивная семья. В Пятигорске вручили золотые, а это максимально почетные, значки ГТО на золото. О новом, но хорошо забытом способе вести здоровый образ жизни в сюжете наших пятигорских коллег. Совсем юные и пожилые учителя и правоохранители. Этих пятигорчан объединило одно. Они стали обладателями золотых знаков ГТО. Награждение отличников устроили в администрации города. Среди них семья Осиповых. Первым сдать тесты по физподготовке пришел 16-летний Артем. За ним 11-летняя Ангелина. Позже потянулись и родители. Семья Осиповых стала первой в Пятигорске, которая в полном составе выполнила нормы ГТО. Да еще с таким результатом. Единственный момент был тяжелый – это длинную дистанцию бег. А так, в принципе, все остальное без проблем. А дети вообще без проблем все сдали. Они же профессионально плаванием занимаются. Всероссийский комплекс «Готов к труду и обороне» – это специальная программа оценки физической подготовки населения. Она существовала еще в Советском Союзе. Потом была забыта. Три года назад ГТО возродили. Комплекс разделен на несколько ступеней. Для каждого возраста – свои спортивные нормативы. За их выполнение участник может получить золотой, серебряный или бронзовый знак. Существует, как правило, три или четыре обязательных норматива комплекса ГТО, которые должны пройти каждый, принимающий участие в тестировании. И по выбору. Опять-таки, зависит от ступени. Если младшая и старшая ступени у них до семь нужно нормативов выполнить на золото, чтобы получить золотой знак, то ступени, скажем, четвертая, пятая, шестая, седьмая нужно выполнить в восемь нормативах. В прошлом году нормы ГТО сдавали только школьники. Особенно охотно шли выпускники, ведь им эти знаки дают дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ. Потом подключились преподаватели физкультуры. А теперь проверить свое физическое состояние все больше приходят обычные жители Пятигорска. Подать заявку и бесплатно сдать нормативы может любой желающий старше шести лет. Горячее сердце 2017. Такое название носит Всероссийская общественно-государственная инициатива, цель которой чевствование и выражение признательности детям и молодежи в возрасте до 23 лет, проявивших неравнодушие и активную жизненную позицию, бескорыстно пришедшим на помощь людям или преодолевшим трудные жизненные ситуации. Смотрим сюжет наших коллег из Карачаева, Черкесии. Два года назад подросток Владимир Брыкин спас 4-летнюю девочку от смертельного огня. Тогда сам он сильно пострадал, получил серьезные ожоги и перенес несколько сложнейших операций по пересадке кожи. Несмотря на всю сложность реабилитационного периода, Владимир ничуть не сожалеет о своем поступке, который между тем в народе назвали героическим. Мне на тот момент не было страшно, я как-то подумал, что будет с девочкой и как-то так получилось. Насчет награды, спасибо, мне очень приятно. Я и считаю, что не особо такое дело большое совершил. Всем молодым людям я бы хотел пожелать, чтобы при любой беде они не оставались в стороне и помогали. Делали добро. Истории всех лауреатов, представленных к награде, вошли в почетную книгу «Горячее сердце-2017». Туда попала и история Владимира. И если сам юноша себя героем не считает, то его самый родной человек, мама, совсем другого мнения. Это очень большая гордость. Он переполняет чувство гордости за моего сына, когда совершил он поступок, ему было тогда всего лишь 12 лет. Для матери вы же прекрасно понимаете, что когда ее сын, тем более в этом возрасте, совершает такой поступок, поскольку это приятно. Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее сердце» проводится фондом социально-культурных инициатив с ноября 2013 года. За время ее существования награды удостоены 385 лауреатов. И впервые одним из них стал житель Карачаева Черкесии. «То, что уже в этом году представитель Карачаева Черкесской республики стал лауреатом этой премии, это говорит о том, что и патриотическое воспитание молодежи, и духовное воспитание, оно на высоком уровне, что молодежь Карачаева Черкесии, она не безинициативна». Свою награду Владимир Брыкин получил лично из рук министра. Всего же в 2016 году в адрес оргкомитета поступило 1115 представлений на награждение из 85 регионов Российской Федерации. Лауреатами Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце-2017» стали 132 человека, 7 из них посмертно и 9 общественных организаций и объединений. Лето, жара, дожди, по крайней мере, такие сильные, что заливали нас в мае, закончились. Удачников сезон в самом разгаре. Ну а мы продолжаем давать вам полезные советы по части приусадебного земледелия. Добрый день, целебные вы наши! Мы сегодня поговорим о целебных свойствах наших кустарников. Все прекрасно помнят о том, какое благотворное влияние оказывает малина, черная смородина, да уже я не говорю о белой и красной смородине, которая имеет огромное количество различных витаминов. Но для того, чтобы они нам приносили пользу, нам необходимо внимательно подходить к этим растениям, помогать им жить. И вот мы подошли к этому растению, которое, в общем-то, несколько неухожено. И мы проведем определенные операции, которые позволят этому растению хорошо себя чувствовать, и в дальнейшем, чтобы происходила замена плодовой древесины на новую, а старую удалять. Итак, первое, что мы делаем, вы видите, что здесь есть ряд сухих побегов, которые, в первую очередь, конечно, необходимо срезать для того, чтобы они не мешали не только эстетическому виду нашего растения, но и просто-напросто не были переносчиками различных болезней и вредителей. Вот вы видите, наш кустик уже приобрел совершенно другой вид. Теперь переходим мы к следующей операции. Эти побеги будут расти несколько лет. У смородины, у крыжовника побеги растут 5-7 лет. И только по прошествии этого периода, когда приросты начинают уменьшаться, и, соответственно, и урожай будет уменьшаться, необходимо позаботиться о том, чтобы в этом растении имеющиеся вот такие вот молодые побеги прорастали и набирали свою массу. Но если у растения очень много таких побегов молодых, то их обязательно необходимо удалять до самого низа. То есть у растения смородины должно быть не более 5-7 молодых побегов различного возраста. Если же, как в этом растении, у нас несколько больше, мы их удаляем. И вот растение уже становится гораздо более прозрачным. Зачем необходима прозрачность этого растения? Для того, чтобы у нас не было застоя воздуха в этом растении и не было возможности развиваться болезнью. Потому что болезни – это возбудители, как правило, грибы. Поэтому они размножаются там, где слишком переуложненная обстановка. То есть здесь вот у нас очень загущенный был куст. И мы видим, вот растения имеют молодые побеги. Один, два, три, четыре, пять. Мы оставляем только один самый сильный для восстановления. Все остальные молодые побеги мы удаляем. Таким образом мы позволяем этому растению себя чувствовать очень хорошо. Ну вот мы практически сделали удаление всего лишнего. Ну, естественно, и траву убрали здесь. И вы видите, насколько это растение стало гораздо более свободно расти. И вот он, этот молодой побег, который будет заменять впоследствии старовозрастные растения. Ну, что еще необходимо помнить? Вот в данном периоде необходимо, конечно же, полив и подкомника. 50 грамм комплексных удобрений посыпать вокруг растения и полить или заделать его тяпочкой обязательно необходимо. Но самое главное у кустарников, особенно у смородины, начинается после сбора урожая. Когда мы соберем урожай, обязательно необходимо обработать инсектицидами и фунгицидами, от того, чтобы наши молодые побеги у смородины очень сильно повреждаются мучнистой росой и клещом паутинным. И если мы правильно обработаем, то вот этот побег вырастет как можно более длинным. И, соответственно, на нем будет закладываться урожай следующих лет. Поэтому опрыскивать смородину необходимо только после сбора урожая. Но обязательно. И если мы сделаем все эти агротехнические приемы своевременно, то мы наверняка получим. И в этом году хороший здоровый урожай и создадим предпосылки для получения урожая в следующем году. И необходимо помнить точно так же и о малине. У каждого из наших людей имеется это замечательное растение на огороде. И обязательно там еще более жесткая выбраковка всех побегов необходимо делать весной. Оставляя буквально один побег через 20-30 сантиметров. Если мы гуще оставим побеги, то тогда мы никогда малину не получим. И если вы будете помнить эти наши советы, вы наверняка будете обрадованы тем высоким урожаем, который даст это растение. Успехов вам в вашем нелегком труде. А в следующей передаче мы поговорим о том, что же нам нужно сделать, чтобы получить хорошие корнеплоды зимой. Скоро будем прощаться, а значит пора рассказать о том, что можно посмотреть сегодня вечером на своем ТВ. В 18.30 очередной выпуск программы «Прямой эфир». В 19.15 Алиса Вартазарян расскажет о выводах следствия. В 19.30 главные новости Ставропольского края в информационной программе «День» с Ильей Захаровым. В 20.15 вместе с Ингой Песковатской листаем страницы азбуки ЖКХ. А в 21.05 узнаем все преимущества того, когда мужчина в доме. Кинопремьера на своем. Оставайтесь с нами. А завершаем мы полдень, как всегда, песней. В этот день, в 1946 году, родился американский музыкант Билли Прэнстон. Наиболее известный тем, что участвовал в записи ставшего последним альбома «Битлз». Участвовал он настолько успешно, что Джон Леннон даже хотел сделать его пятым участником группы. Но не случилось. Тем не менее, вклад Билли Прэнстона в эту запись огромный. Отправимся на крышу студии «Битлз».